Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить The Last of Us, часть 2, на сложности выживания. Итак, мы уже около Океанариума почти, нам только осталось угнать лодку. Она здесь где-то неподалёку. Какой у нас план? Перебьём их и украдём лодку? Лодку-то мы точно заберём. Помешают нам, сами виноваты. Надеюсь, их там мало. Да пофигу, даже если много у меня есть кирпич. Понимаешь, его, в принципе, одного достаточно, чтобы с ними расправиться. Тут ничего. Ну, вроде всё, да. Пойдём дальше. Вроде ничего пока смастерить мы не можем. Можно проползти, но ты погоди. Не просто так дают ресурсы, это значит, скорее всего, сейчас будет мочилово, и нам, как бы так, дают возможность насобирать и подготовиться, да? Вон, смотри, да, чё-то можно приподнять, я так понимаю. Ребят, скорее всего, это последняя серия с компанией Элли. Потом начнётся другая замечательная компания. Та-то... Тату... Блядь, хер вы говоришь? Та-ту-ахэ. Чё-то мозгов маловато, как и силы. В детстве Сальвадор Рамос был изгоем. Это он. Понятно. Сверстники постоянно издевались над ним, пока однажды не заперли в заброшенной гробнице Майя. Там одинокий и перепуганный Салл случайно нашёл иероглиф, обозначающий древнего бога Аката. Коснувшись знака, Салл с изумлением обнаружил, что его татуировка змеи ожила, и указала ему путь домой. С тех пор Сальвадор покрыл всё своё тело изображениями оружия, животных и всего того, что может понадобиться для мести обидчикам. За это его и прозвали Татуахэ. Но каждый лунный цикл Акат требует новых татуировок, угрожая мучительной болью. А места на коже остаётся всё меньше. Нейтральный злодей. Ну, понятно. Вот это похоже вообще? Это чё такое вообще? Я думал, это девочка, когда увидел впервые. Ну, как обычно, понимаешь, в чём всё дело? То, что, типа, опять обиженный какой-то, а стал злодеем. Зашуган, я не знаю, ну, который герой вот такой вот. А можно было потише как-то, ну, это... Опускать, а то что-то громковато тебе не кажется, нет? Иди сюда, давай. Помощь нужна? Нет, я так. Тут могу. Снайдер. Повторяю. С причала работает снайдер. Скорее всего, налётчик. Вызываю все отряды. Приём. А чё я не могу схватиться, я не понимаю? Чё за фигня? Дружище, может, ты как-то это... Дашь меня? Вот, наконец-таки. А почему нельзя? Ну, типа, видимо, да, там, видимо, что-то прогружалось, мне так кажется. Поэтому меня заставили здесь ждать. Может быть, это такая хитро спрятанная загрузка была. Так делают разработчики. И, короче говоря, что SSD поможет такую проблему решить. То есть, можно таких секций больше не делать. Вот же, сука. Мы можем пробраться к причалу здесь. Возьмём их лодку. Ты же их слышала, они говорили о Томме. Мы этого не знаем. А о ком же ещё? Если так, его там уже не будет к нашему приходу. Он направится в сторону Эбби, так что, если мы... А что, если он в беде? Он позаботится о себе. О, Господи. Если хотим помочь Томме, нам нужно найти Эбби. Сделаешь это, не буду тебя спасать. Надеюсь, что ты выживешь. Круто, понимаешь? Вот это, блядь, раскрытие персонажа. То есть, нужно просто взять любимых героев и обосрать их. Класс, сценаристы, вообще огонь. Я потом вам приведу цитатки уже в самом конце. Сценаристки, которые уже второй раз оправдывают, блядь, собственный сценарий. Это много говорит о сюжете, кстати. О том, какой он хороший, блядь. Что сценаристу приходится объяснять все тупые, блядь. Все тупые моменты в сюжете, блядь. Я говорю, там такие тупые оправдания, там в стиле, короче. Типа, если бы персонажи не тупили, то сюжет бы не двигался. Гениально просто. Просто гениально. Чё-то эта секция очень сильно смахивает на секцию с четвертого Анчика. Там тоже был момент, где нужно было плавать, короче, и тихонечко всех вырезать. Прям очень похоже. То есть, такое они уже, в общем-то, делали. Где? Вон, да. Так. Чёрт, Кэрри убит. Обыскать весь этот долбанный центр. Кто это делает? Шрамы? Нет, это я. Это не чёртка! Поджарь её! Где? Где? Прорывайся! Блядь! Неплохо пока идём, тихо. Ждём. Блядь! Сука! Она не должна уйти! Их тут двое. Тихонько, тихонько, тихонько. Куда вернулась? Суки, а! Где ещё? Блядь! Ну, охренеть! Ну, ёб твою мать, а! Блядь! Чё делать? Блядь! Ну, та, сука! Ну, там последний вроде был. Неплохо так шёл, блядь! Обидно, обидно, обидно. Мог отстреляться, мог. Мотор заработал! Где причаливать? Давай, стой, трой! Он всё поплыли тогда, да? База, говорит, охренка. Я отмываю женихов, бойцов к причалу. Это самая, что это отсута. Вышивание, ты не имеешь. Указание, приём. Вас понял. С ними надо кончать. Не знаю. Охраняйте перелетры. И чтобы больше не таких серпризов. Кто-то... Блядь, откуда? Внимание! Сука! Чёрт! Стреляем! Вас поняла! Где ещё? Вон, вижу, с той стороны. Где эти суки? Давай с другой стороны. Не-не, плод нырять не будем. Ну его нахер. Усилить натиск! Она в ловушке! Попала! Блядь! Да ёб твою мать, ныряем! Мы ещё, в принципе, можем затащить. Главное не сдаваться. Как я мог промазать, блядь? Ну это ж пипец. Не вижу. Туда пошла, я видел! Сейчас ждём, ждём, ждём. Чёрт! Пока не вижу никого. Но смотри назад обязательно. Вон он, да. И вон там ещё девка. Убей её! Есть! Это была доп.жизнь у меня прямо сейчас. Тихо, тихо, тихо. Поплаваем. Сейчас, секундочку. Давай вот здесь вот всплывём, потому что там была, короче, девчонка, и, возможно, у неё есть что-нибудь. Например, там патроны или ещё какая-то херня. Ну меня один момент прям смущает. Но в том плане то, что, типа, никто сюда не идёт. На проверку, как я понимаю, да? Вроде здесь была пальба, у них какой-то вот, ну, радиус де... Ну, скажите, вам скажу. Радиус обыска никакой. Всё закончилось, вообще всё закончилось. Только стрелы остались, взрывающиеся. Но я не хочу их использовать до поры до времени. Можно в руки взять, да, на всякий случай. Типа, на крайняк уж, если совсем ничего не найдётся. Ещё нужно сменить типы и припасов, конечно же. Всё, я готов. У нас мутный стелс. Вот я говорю, поэтому я и не люблю вот эту всю херню. Мутную. Мне кажется, она только мешает нормально играть. Тут нет ни-хчего. Здесь что-то есть. Патроны на пистолет, хорошо. Меняем. Но они наверху, скорее всего. Мне так кажется. Патроны закончились опять. Ну, меня откуда-то вот оттуда снизу видели вроде. Поэтому просто ждём. Просто ждём. И надеемся, что... Он сам выйдет. Или она. Неважно, блин. Блядь! Ну, пиздец. Да ты чё, серьёзно сейчас, а? Там ещё один был. Я чё-то его не увидел. То есть там до хрена врагов. Я понял. Дайв. Девчонка, пригоньте ее! Девчонка, пригоняйтесь! Девчонка, пригоняйтесь! Девчонка, пригоняйтесь! Эй, алло! Я же поставил! Здесь, здесь! Где там, блядь, взрывчатка моя, которую я установил? Алло! Девчонка, пригоняйтесь! Их двое! Минимум двое! Что меня, конечно, безумно радует! Их двое, да, вон вижу даже где! Берегись! Берегись! Девчонка, пригоняйтесь! Девчонка, пригоняйтесь! Ну, типа, мина, да, ловушка! А может быть... Что-то другое! Давай еще раз проверим! Я просто не понимаю, честное слово, не понимаю, какого хрена происходит! Где моя бомба? Которую я смастерил! Куда она вдруг делась внезапно? Ну, это же чушь какая-то! Или она взорвалась, когда я, получается... Ну, стрельнул взрывающейся... Этой, как его? Стрелой, может быть, кстати, да? Ну, почему они не подорвались, мне-то совершенно не ясно! Так, нам явно не сюда! Нужно еще осмотреть место, где я убил... Тех вот засранцев! Я еще заметил в меню такую хрень! Типа, можно бои просто переигрывать! То есть, без сюжета в каждой, типа, главе можно переиграть все бои! Это, кстати, хорошая идея, учитывая то, что здесь в целом боевая система крутая! Да, но сюжет говно! И, типа, ты можешь просто скипать сюжет и проходить вот эти вот бои, как тебе хочется! Вот это вот хорошая идея! Они, видимо, сами, наверное, поняли, что говно! И такие, а давай-ка, типа, мы сделаем отдельный режим, где люди просто могут поиграть! По-другому я не могу его объяснить просто, это наличие этого режима! В первой части такого не было, там постоянно какой-то экшен происходил, то есть такая короткая сцена! Там даже во время каких-нибудь, я не знаю, сопливых сцен что-то происходит! Там напали бандиты, там, во время разговора Томми и Джоэля, например, там, или еще что-то! Но там постоянно экшен, там динамика! Как я уже говорил в прошлой серии, на 13-м часу игра уже просто заканчивалась! Ну, просто заканчивалась, блин! А здесь мы даже половину не прошли! И они тянут, 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 тянут! И мало чего происходит! Если бы, на самом деле, все там вот эти вот крутые моменты как-то скомпоновать, то вообще было бы круто, как мне кажется! Ну, в плане динамики именно! Есть патронный пистолет и что-нибудь еще! И, к сожалению, больше ничего! Ладно? Давай, давай! Садись! Ну, управление лодкой такое, нормальное! Что-то напоминает мне моменты с первого Uncharted'а! Очень сильно! Прям очень сильно! Кто играл, тот меня поймет! Погоди, стой! Погоди, стой! А куда нам вообще нужно? А, в сторону колеса! Ладно, подожди! Вот я так понял, можно, типа, еще и мини-открытый мир исследовать! Ой, блин, нахрена? М-м-м! И еще, у нас там же есть на винтовку патрон один! Давайте сразу перезарядим винтовочку! Что еще я хотел сделать! Что еще я хотел сделать? Что у нас там по добавкам? Тут все уже прокачано, две ветки здесь, смотри, четко, так, это не то! Дальность режима слуха и тут слишком дорого уже, да? Ладно! Дальность режима слуха и четкость режима слуха. Ну, давайте уж так и быть! Что у нас тут? Перемещение, скорость перемещения. Ага, ползком увеличивается. Можно увеличить прочность глушителя. Ускоренные скрытые убийства. Вот эта штука очень полезная, прям очень полезная, ребята. И что мне предлагают, типа, режим слуха? Зачем? О, фургончик! С мороженым. Тут точно ничего не упускаю, давайте проверим. Вроде ничего. Мне так кажется, по крайней мере, а можно проплыть? Давайте проверим, одну секунду, можно же, да? Ныряем. Это же не просто так сделано, да? Или нет? Нет, ребята, это просто так, видимо, сделано. Угу. Тут ничего нет. Обидно? Куда-то сейчас заплывем, да? В зараженную местность. И будет что-то совсем не весело, да? Так, смотри. Выбор у нас, в общем-то, невелик. Тянет нас вправо, хорошо. Плывем туда, куда вода нас тянет. Ну что дальше? Дальше нам нужно открыть ворота. Кажется, я знаю. Нам нужно в ту сторону. Пошли. Ничего. Что-нибудь есть? Я вижу тело. Кто-то застрелился. Зашибись. Бет, если ты это читаешь, значит, меня больше нет. Надеюсь, это были не шрамы, а кто-то посерьезнее. Надеюсь, ты помнишь, где мы спрятали эту заначку. Код 7264. Там немного, но это все, что у меня есть. Забирай, береги себя, Рэндал. 7264, ладно? 7264. Эбби, я просила тебя остановиться. Ты сама виновата. Я не понимаю. А, типа ты имеешь в виду, типа, стой и не убивай Джоэля. Все, понял? Я думал, что-то я пропустил. Ха-ха-ха. Пока постой. Видимо, там сейф, я так понимаю. Надеюсь, что да. И куда же я попаду? Угу. Сюда. Ну, куда нам нужно было? Вот, да, сейф. Забыл. Блин, у меня на цифры память, конечно, херовая. Тут есть патроны на револьвер. Есть запчасти. Ну, стероиды и заряды на ружье. Ладно. Нифига здесь нет, ладно. Ладно. Что можно вообще сделать? Ну да, только мину или это. Но я открыл, что дальше делаем? Хорошо. Хорошо. Только смотри, секундочку. Давайте проверим. Точно ли? Что-то как-то не мелковато ли для лодки? Странновато как-то. Могли бы, на самом деле, сделать воду повыше. Ха-ха-ха-ха. Потому что там двигатели бы... Осталось... Ну, вы поняли, что... Альтернативные команды управления лодкой доступны в меню. Параметры специальные возможности. Нам это не нужно. Тут нифига. Все, да, приехали. А, нет. Оно еще едет. Ну, я так понимаю, что нам только вот туда им нужно, да? А куда-нибудь еще? Например, в эту сторону, если мы зарулим, что мы найдем? Давайте проверим, почему нет. Тут, ну, не получится. Пробьем стекло. Ха, забавно. Ну, мы уже близки, по всей видимости. И я так понимаю, что можно было и так, и так заехать. Ну-ка, секундочку. А если вот сюда попробую? Что-то здесь должно же быть, да? Да. Я вижу уже кирпич. Это неплохо. А, это бутылка. Это плохо. Ха. Сейчас все проверим. Сначала занырнем. Может, что интересного тут есть. Да. Материальчики. Что-нибудь еще? Видимо, все. Давай проверим, что мы еще можем сделать. Может быть, хотя бы коктейль молотова замутить. Я думаю, что лишним он точно не будет. Но я не могу сделать коктейль молотова. Печально. Теперь смотри. Скорострельность. Перезарядка. Устойчивость. Магазин. Устойчивость. Ну, ладно, давайте уже что-нибудь докачаем из этого оружия, да? Ну, например, скорострельность у оружия, у пистолета. Хорошо, еще 33 там есть у меня запчасти. Ну, ладно, потом уже использую их. И что делать? И что делать? О, боже. Что там? Что происходит? Они там друг с другом воюют, что ли? Видимо, да, да? Да, там культисты против Вов. Давай подплывем, немножечко поправим ситуацию, да? Они убили их, да? Ну, походу. Лодка вроде горит. Именно. Глушитель мы сделать не можем. Там бутылки нет. Ну, я так понимаю, что нам предлагают только подниматься, да? Давай поднимемся. Смотри, здесь мы точно залезть можем, да? Обойдем с этой стороны, потому что лестница слишком палевна, как по мне. Ух ты, ёб, блядь. Я думал, я спрятался. Такое красивое имя у него было. Блядь, откуда? Блядь, хуйня. Давайте еще раз. Плохо начал. Не думал, что их там так много на самом деле. Я думал, что их гораздо меньше, поэтому накосячил. Давайте еще разок. Отсюда, да вы серьезно? Ну, можно было там сделать сохранение, где на входе прямо, а? Да ну, иди в жопу. Ух ты, ёб, тихо стоим здесь. Пускай потеряют из виду меня. А сюда можно залезть, интересно? Мне кажется, что да, можно. Да, 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 да. Может, чего положили интересного? Ищите, засранцы. Погоди-ка. Это довольно любопытно. Там что-то закрыто. Давай наверх. А, я понял. Что-то нужно придумать. Кажись, понял. Уже верно. Там просто припасы. Хорошо, что я сюда зашел. Аптечку взяли. Вот это прекрасно, по-моему. Тут еще записка, смотри. Записка снайпера. Мне сказали, что ты будешь меня подменять. Хочу дать тебе пару советов насчет этой позиции. Шрамы? Хитрые сволочи. Среди не только за улицей, но и за крышами. У них есть свои снайперы. Не трогай зараженных. Они отвлекают шрамов и доставляют их выдать себя. Это очень упрощает дело. Может быть, типа наоборот трогай зараженных. Я сам только что грохнул пару сектантов и теперь любуюсь, как зараженные жрут их трупы. Классное зрелище, черт возьми. И никогда не давай себя окружить. Да будет жизнь долгая, смерть быстрой, Бэк. Ну да, видимо, у него была смерть быстрой. Итак, смотрим. Во-первых, внизу. С другой стороны. Меняем позицию. Хотя бы троих снять, понимаешь? И дальше будет проще. Еще. Вон, вижу. Блядь. Хуёво. Хорошо, давай вот так. Блядь. Конечно, могут попасть. Суки. Блядь, убил! Она осталась последняя, поэтому, я думаю, имеет смысл что сделать. Как раз таки... Ну, прийти и зарезать. Чтоб патроны не тратить. Там, вроде как, только одна осталась. Вон, вижу. Блядь. Блядь. Сколько их там, ёб вашу за ногу? По-моему, сверху. Еще. Еще. Да? Да, наверху рука осталась. Блядь, где там была эта херня? Все, готовимся. Все, да. Вроде получилось. Теперь давайте все осматривать и собирать припасы. Все. Как я рад это слышать, блин. Ну, по крайней мере, нормальный экшен пошел опять. То есть, реально повеселее стало, чем в прошлой серии, потому что в прошлой серии было то еще уныние. Прямо реальное. Уныние страшное. Вот что-то еще тут детальки у нас. И там нужно еще, где лодка, проверить. Там вполне могут быть припасы, понимаете? Да, здесь вроде все. Я так понимаю, что вот сюда нужно на лодке плыть, да. Сейчас, погоди, вернемся. Тут ни хрена, только кровь. Ну да, все, видимо. А вот здесь что у нас, смотри. Нет, войти нельзя. Думал, что-то прикольное можно найти, но, к сожалению, нефиг. Хотя, подожди, почему нет? Кажись, я нашел. Во-первых, бутылку. Во-вторых, бухло. И еще на винтовку патроны. И еще палку. Отлично зашел. Просто замечательно. Что можно сделать? Ну, улучшить палку, это понятно. Можно сделать взрывающуюся, этот... Стрелу взрывающуюся. Ну ладно, пока не буду этого делать. Опять же, по обстоятельствам буду смотреть. Все. Поплыли? Ну, я так понимаю, что вообще, в принципе, можно было проехать, да, здесь? И типа не париться. Я думаю, что да, можно было беспалево заехать, потому что они все равно на втором этаже. Вряд ли бы они заметили. Я, конечно, ничего не утверждаю, но вполне может быть. Аркадный автомат. Секундочку. Опять закрыто, но как обычно, по-другому и не бывает. Я чую, что в этот раз будут зараженные, да? Или кто еще похуже, блин? Нифига здесь нет. Пусто. Что-нибудь здесь? Открыто даже, ничего себе. Я удивлен, должен признаться. Что-то можно еще сделать. Вот, коктейль Молотова. Это прям сразу. Там еще на второй этаж можно подняться. Сейчас мы тоже этим займемся. Ха, прикольно. А вот это не совсем прикольно, должен отметить. Кому-то улыбку сделали. Только глянь на это. Это выбери челюсть. Заменим. Мачете лучше все же. О, есть еще один верстак. Посмотрим, сколько у меня деталек. Но мне кажется, что не очень полевой ремонт. Я не знаю, что это, за что это дали, трофей. Так, перезарядка. Ну, давайте уж прокачаем тоже до конца. Фиг с ним. Угу. Два оружия уже на максимум прокачали. О, еще патрошки на ручью. Да, это культисты. Видимо, это их вов убили, да? Мне кажется, да. Что-то много прям дают припасов, патронов. Так щедро. Что ж изменилось-то внезапно? Или это нас типа к финалу готовят? Смотрим тоже. Блядь. А, это не просто так было. Понятно. Понятно. Я все понял. А, это не просто так. Блядь, стой. Да еб ты, беги, вставай. Я убил его? Охренеть, я убил его. Где эта сука? На тебе, блядь. Говна кусок, а? Ох, что-то я прям аж напрягся, а? Охренеть. Это было неожиданно, ну и прикольно. Это что такое? Я только одного не пойму, почему там до сих пор отметка, что это можно использовать? Ну ладно, хорошо, это косяк мелкий, Херсень. Бывает. Стоп. Это забираем. Не, замена... Не, замена, ну нафиг. Давайте лучше возьмем мачете, может, можно его прокачать будет? Как вы на это смотрите? Чё нужно-то? Нужна изолента и... Ножницы. До хрена чего нужно, понимаешь? И стоит ли оно того? Давай лучше вот так тогда. И стрелу можно сделать, например. Давай лучше, наверное... Хотя стрел у меня есть достаточно. Всё. И, наверное, давай сменим оружие, потому что... Почему? Потому что, ребята, стрелы здесь есть. А там пустое всё. Ща ещё осмотримся. О, время охуительных историй, ребята. Хазар Брайт. Какой-то капец. Нифига себе, много мозгов. Родная планета Титан. Сторона Блик. Хазар Брайт рано осиротел в ходе гражданской войны на Титане. И поклялся отомстить Альянсу Будущего, который считал виновным в развязании этого конфликта. Повзрослев, он устроился на работу в Блик 22 века. Стал ведущим инженером по коммуникационным технологиям. И создал систему квантовой связи для мгновенной передачи информации на огромное расстояние. Впрочем, несмотря на его разработку, Блик продолжает терпеть поражение за поражением. Продолжая совершенствовать своё творение, Хазар пытается связаться с другими звёздными системами. В надежде найти там кого-нибудь, кто поможет отомстить Альянсу Будущего. Нейтральный злодей. Ну да, в принципе, первый мужик с мозгом на 100. Да? И злодей. Ну охренеть. По-другому и быть не может. Вот хорошо, у нас полная полоска ХПН. Сейчас ещё вот этот вот верхний этаж осмотрим, я думаю, да? Чё-нибудь да найдём. Слушай, а добивание уже могу прокачать? Ну. Здесь могу пока что скорость перемещения, ну, ползком увеличить. Ладно, давайте. Ещё два перка нужно качнуть. И будет хорошо. Наконец-то. Есть. Хорошо. Ну, вроде всё собрал, да? Вроде ничего не осталось уже. Ого, там прям, слушаешь, море бушует. Прям буря началась, ребята. Вообще капец. Подходит, типа, всё к развязке, да? И поэтому, типа, буря усиливается. Ну, это красиво. Нужно отдать должное. Ещё немного. Ого. Расположил. Прямо. Расскажи. Прямо. Расскажи. Расскажи. Вот мы и на месте, ребята Конец Компании Элли Напоминаю что-то сцену из четвертого Анчика опять Вот честно, блин Ну столько моментов, вот столько пересечений Черт Черт Я смогу Боже Боже Не справлюсь Ну я так понимаю что смысла что-то осматривать здесь нет Хотя, ну можно попробовать, давайте попробуем так и быть Нет, здесь не залезть Может с этой стороны Подожди, можно, а, внутри я был, да, чё это я Вряд ли что-то здесь спрятали, мне так кажется Не думаю Потому что типа как бы развязка уже фактически, да, и поэтому Хотя нет, чё-то есть, смотри, какие-то материалы всё же имеются Странно, залезть я не могу Значит мне куда-то сюда что-ли Вот сюда Сейчас крышу ещё осмотрю На всякий случай Чтобы ничего не упускать Не, ничего Визолента Да, мы в океанариуме Хотел бы я побывать в настоящем Вот сейчас У нас был, короче Там много чё было Их дельфины даже были Ну в Владивостоке, когда я учился Вот, но проблема в чём заключается Что там, короче, закрыли его Не хватало финансирования Жалко Так и не увидел воочию всё это Что это такое? Что тебя смущает? К чему был этот вопрос, я не понимаю Это океанариум Тут раньше можно было рыбок увидеть А мне интересно, кардиоцепс рыб заражает в этой игре, в этой вселенной или нет? Ух ты ёбкать А ну да, это просто Это я думал, что-то Новый кардицепс Нет, это Подводная живность Забыл, как они называются Обычно на большой глубине вроде такая хрень есть Я всю жизнь просто рядом с морем рос Что-нибудь есть? Ничего не могу сделать Мало материалов Ничего Тут тоже Ничего Подожди Ну мы зачем-то сюда поднялись Правильно? Мне кажется Мне куда-то вот сюда нужно Нет? Ну Вроде бы да Или я здесь был? Нет, не был Бутылок я не видел Нет, это не открывается В таком случае Что я предлагаю? Вон там что-то есть На твоём месте, Элли Я бы не спрашивал Тут будет, на мой взгляд Один из самых мерзких Сегментов игры Закрыто Вот Прикольно Так они молнией Выделили это место То есть мигает Как бы, да И типа заметно Глаз цепляется Это хорошо сделано Сейчас провалится, да? Что-нибудь да провалится У меня такое ощущение Да Это классика просто Боже Боже Чёрт Тупая псина Боже Что за хрень тут творилась Кого-то Златали Я так понимаю Да? Похоже на то Сейчас давайте посмотрим всё Кто-то плавал Видимо под водой Может порезался А Прикольно Это, короче Медальон Цикад Серьёзно? В первой части Тлоу мы такое Собирали Оуэн Мур Ну я кого-то слышу Вдалеке Нам сюда Сейчас Секундочку Значит Давай откроем Другую дверь И посмотрим Что за ней Просто ради интереса Я думаю Что здесь Что-нибудь есть А Закрыто Ну хорошо Пошёл ты Руки Где Эбби Ты та девчонка Из Джексона Скажите мне Где она И тогда ты нас не убьёшь? Дашь ей Что она хочет И нам конец Вам незачем умирать Мне нужна она Враньё Ты Иди сюда Сюда Я сказала Покажи мне На карте Где она Потом ты И уж лучше Чтоб совпало Ладно Ты что делаешь? Она наверняка уже мертва Может не надо? Стоять! Давай поговорим Отошёл назад! Покажи где она Показывай! Показывай! Полот Она Скажи мне Где Эбби? Она Твоя мать Где она? Она Верена Нет 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 Энни! Энни! Эй, 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 тихо. Тихо. Мне жаль. Все хорошо. Пойдем. Пойдем. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Аж продолжать не хочется, понимаешь? Из-за того, что ну просто я, блять, играю за какую-то мразь тупорылую, блять. Лучшего героя, блять, истории. Убили еще и с говном смешали, блять. Ну, блять, ну просто не хочется уже, блять, на это смотреть дальше. Вы этого добивались, блять, ноти док, ну я поздравляю, у вас все отлично получилось. Как у, блять, этих ебучих пидорасов, которые испортили Звездные Войны. Всех любимых героев то ли убили, блять, то ли смешали с говном, как, например, Люка Скайуокера, блять. Во, работа проделана сценарная, замечательная. Зачем только, мне не ясно. Показать, какие вы охуенные, не такие, как все? Почему просто не дать людям то, чего они хотят? Всегда можно подать историю с любимыми героями так, как никто не ожидает. Ну не вот в таком же пиздеце, но это просто мерзкое. Ой, ладно, ребят, сегодня-сегодня хватит, достало. Спасибо, что смотрели, не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Также подписываться на канал, на Telegram, Facebook, Twitter, подписывайтесь. Там новости канала, подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции на второй канал. Там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. Подписывайтесь, ребята, еще на третий канал, там будут выходить ролики про игровую индустрию, как только у меня появится время. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok